Гнотисе Аутон. Познай самого себя. Две тысячи лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале 20 века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает всё в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времён Павлова изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если её ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке в авторской программе «Медицина в контексте» с Мариной Аствацатурян на Первом медицинском канале. Татьяна Владимировна Черниговская, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, заведующий лабораторией когнитивных исследований, доктор биологических наук, доктор филологических наук. Специализируется в вопросах нейронауки и психолингвистики, а также теории сознания. Неоднократно была приглашённым лектором в крупнейших университетах США и Европы. Член редколлегии журнала «Фран», «Сенсорные системы», российский физиологический журнал имени Сеченова, «Вопросы философии», «Вопросы искусственного интеллекта». Автор более 300 научных трудов в ведущих отечественных и зарубежных изданиях. Заслуженный деятель высшего образования и заслуженный деятель науки Российской Федерации. Член Совета по науке и образованию при президенте России. Награждена почётным дипломом Президиума РАН за лучшие работы по популяризации науки. Профессор Черниговская снова в нашей студии, чему я очень рада. Здравствуйте, Татьяна Владимировна. Я рада ещё больше. И если в первый раз мы говорили о головном мозге человека как о средстве коммуникации во время первой нашей встречи в этой студии, то сегодня речь пойдёт немножечко о другом аспекте. Мы посмотрим на этот орган, головной мозг в свете новой науки нейроэстетики. Этот термин был предложен британским нейробиологом Семиром Зейки, который много лет изучает нейроосновы творческого потенциала, присущего человеку. Но в то же время очень много исследований в других лабораториях по всему миру ведётся в связи с вопросами восприятия творчества. То есть, если Зейки изучает сам творческий акт и то, что происходит в головном мозге, то другие изучают процесс восприятия тонкости обычным мозгом, не обязательно даже творческим. Вот здесь, я думаю, самое время передать слово вам для правильного разделения переменных. А может быть, вы нам укажете, где сходятся, в какой точке эти процессы восприятия и творчества. Но не будем опережать. Пожалуйста. Вот эта картинка, которая мне очень нравится, она, мне кажется, авторы этой картинки, которых я не знаю, к сожалению, они, я думаю, сами не догадывались, насколько она важна. Вот я последнее время думаю о мозге и искусстве, мозге и творчестве, и думаю я вот что, что, вероятно, самое главное, что у нас есть у людей, это именно способность к творчеству и искусству, что отличает нас от других соседей по планете. То есть, я стала недавно об этом серьёзно размышлять, не как о одной из функций, что мы умеем считать, писать, читать, много чего мы умеем, но мы умеем то, что другие, судя по всему, насколько нам известно, не могут вообще. Значит, мозг, вероятно, эволюционировал в эту сторону, приобретя какие-то черты, какие-то свойства, о которых мы даже не знаем, как говорить, кроме как о таких декоративных вещах. А ещё я люблю ходить в театр. Так вот это я не про «люблю ходить в театр», а про то, что наш мозг умеет делать особые вещи, с которыми мы не знаем, как быть. И вот здесь как раз это и на этой картинке такой эпиграф к тому, о чём мы будем разговаривать, потому что ещё Иван Петрович Павлов писал знаменитая работа о влиянии музыки на человека и животных. То есть на животных, разумеется, это влияет. Я вот, кстати, прямо сейчас спонтанно вспомнила, что у меня, когда мой сын был маленький, то у него была черепаха, вот. И эта черепаха чрезвычайно любила классическую музыку, причём не всякую. Она выходила из своего этого дома тогда, когда, скажем, Моцарт звучал или там Брамс. Вот это меня тогда ещё очень удивляло. Чего ради она выходит-то? У меня была точно такая черепаха. Правда, да? Именно у меня сухопутная... Нет, она была не сухопутная, она была... Водяная. Водяная. Она выходила... Ну, где-то она пряталась. Она выходила, когда играли на пианино, когда живой звук был в доме. Ну, вот что это? Выходила, садилась у стула исполнителя и смотрела на него. Это вот абсолютно непридуманная история. Правда, да? Вот, вот, видите, вот мы с вами никак не договаривались. Много лет это было, да. Да, и у нас была такая же вещь, и я сейчас именно об этом вспомнила. Вот это интересная история. Вот, ну, а Капица, если помните, Сергей Петрович рассказывал, когда он ездил на кораблях же, он там в разные места ездил, и у них была включена, где-то на Камчатке, была включена музыка, и вдруг котики морские собрались вокруг корабля, значит, мордочки свои высунули из воды, и эту музыку слушали. Когда отключили, то они благополучно уплыли. И это много раз повторялось. Я к тому говорю, что в искусстве что-то есть такое, что задевает, разумеется, не только нас, но и других существ, но мы совсем не понимаем, что это, потому что ведь, конечно, можно к этому подойти так механистически, ну, просто вот сам звук, звуковая волна, вот как-то там положительно или отрицательно, но как-то воздействует на органы чувств, и это, естественно, идет в мозг, и вот это, ну, как бы такое биологически-физическое просто воздействие. Но это явно не так. Здесь есть что-то большее, вот об этом мы, может быть, поговорим. Будем двигаться тогда? Вот здесь три картинки я нашла, и первая картинка нарисована ребенком-аутистом, вторая картинка нарисована Леонардо да Винчи, а третья картинка нарисована то ли взрослым человеком, то ли просто здоровым ребенком. Ну, такая схематическая вещь. Вот. Вообще, это очень большая информация на этом слайде отражена, потому что, как минимум, мы видим, что картинка аутичного ребенка, про которых, понятно, много всего сказано, она какая-то подозрительно хорошая, она подозрительно художественная, она профессиональная, она не схематичная, как вот эта. В ней есть движение, в ней есть энергия, в ней определенно есть талант. Что это такое? При том, что аутичные дети – это такая сложная история, вот они замкнуты в свой кокон, они закрыты миру, и при этом мы знаем, что они там могут скрывать, я не знаю, коды Пентагона, или рисовать такие вещи. Я к этому вернусь еще потом, когда мы будем про взрослых художников говорить. Ведь норма, вот то, что мы считаем нормой, то, что в медицине воспринимается как норма, в педагогике воспринимается как норма, это нечто совсем неинтересное, это просто совсем какая-то средняя величина, о которой мы просто договорились. Ну, скажем, сейчас носят такие-то прически, а завтра будут носить другие. Это не больше, чем договор. Поэтому любое отклонение от этой нормы в любую сторону, оно либо патология, либо гениальность, либо и то, и другое вместе. То есть мозг начинает как-то работать не так. Вот это вот не так, мне кажется, вообще вот так я интуитивно думаю, что нейронаука 21 века, мне кажется, она поедет в эту сторону. Потому что интересно это. Не то, что умеют и муравьи, и морские свинки, и рыбки, а то, что умеют только люди. Значит, здесь какой-то ключ к очень важным вещам, и мы очень мало про него знаем, и это очень трудно изучать, по той причине, что у науки, как мы знаем с вами хорошо, поскольку мы обе из одной среды, у неё есть собственные правила. Повторяемость, проверяемость, статистическая достоверность. То есть есть правила, и это хорошие правила, но когда мы приближаемся к таким вещам, эти правила ломаются. Это не проверяется статистически, это не повторяется. Леонардо да Винчи не бывает других, он один такой. Ну, поедем дальше. Сеченов, который издал свои рефлексы головного мозга, вот недавно был юбилей, он вообще удивительную вещь написал, вот я, по-моему, чуть ли не у вас же в передаче давно говорила, со мной всегда какие-то смешные вещи происходят, на меня с полки упала эта книжка, первое издание, да, она тоненькая, в мягкой обложке, так что она меня не убила, но зато она удачно раскрылась, она раскрылась на той странице, где я подбираю её, и прочла, ну, я цитатно, конечно, не помню, но идея там была такая, что мозгу всё равно реальные события происходят, воспоминания о чём-то или воображение чего-то, и я тогда прочла и подумала, боже, как это может быть, 1863 год, или там, ну, какой-то из этих годов, откуда он мог это знать? Никаких зеркальных нейронов не было в помине, никаких методов фиксировать то, что происходит онлайн, то, что происходит в мозгу, не было. Откуда он мог это знать? Это просто гениальный мозг ему сказал, что мозгу, и вот это очень интересная точка, потому что в мозгу происходят какие-то такие события сами по себе, которые могут быть и не связаны с внешним миром, и это одновременно выход в творчество и одновременно выход в настоящую патологию, то есть я не хочу сейчас про это говорить, но галлюцинации всякого сорта, это ведь оно. Для мозга человека с патологией психиатрического толка совершенно все равно, есть здесь в данный момент 8 чертей, или их нету, потому что они у него есть. Этот мозг порождает неправильно работающая сеть, которая порождает звуки, запахи, голоса, зрительные галлюцинации, она миры целые порождает. Эта же сеть порождает и художественное творчество. Вот здесь какая неприятная вещь. если мы посмотрим на то, что происходит в мозгу в связи с творчеством, то мы увидим, мы взрослые люди, вероятно, профессиональные большей частью те, кто эту передачу смотрит, мы понимаем, что мы не ожидаем в мозгу отделов или ящичков, в которых лежат пение, чтение, музыцирование, танец, танец. Этого нет. Но все-таки есть места, которые заведомо связаны с разными видами искусств. Значит, вот то, что связано, сейчас покажем, то, что связано с двигательными искусствами, с танцем или еще, ну, с пластикой, они, конечно, вовлекают эти зоны. Разумеется, музыка не может вовлекать этого, язык не может не вовлекать языковые, рука, верники и так далее. И визуальные, разные виды визуальных, зрительных, да, конечно, не могут не вовлекать зрительную кору. Все это, то, что здесь никак не изображено, все это вовлекает, разумеется, подкорковые вещи, оно вовлекает разные виды памяти, ассоциации и так далее. То есть, вообще, так говоря, эта картинка гораздо более пестрая. Здесь все связано со всем, потому что тогда, когда мы выходим на творческие вещи, это подразумевает огромную ассоциативную сеть. И совсем не только зрительное со зрительным, понимаете, а слуховое со слуховым. Здесь все будет связано со всем. В этом и есть успешность творческого акта. Майкл Познер, знаменитый специалист по когнитивным наукам, один из президентов всех этих сообществ, он, видите, даже описывает некоторые черты теории искусства, связанные с когнитивными вещами. И он говорит, что да, есть, конечно, специфические сети в мозгу, которые связаны с различными формами искусства. Но он умный и профессиональный человек, он это понимает, но он также понимает, что эти сети связаны друг с другом. Второе, что он говорит, что есть, конечно, определенные общие факторы, важные факторы, которые связаны вообще со всяким творчеством. Есть вещи, которые связаны с тем, как обучается человек творчеству. И обучается, это не обязательно ходит в школу, в которой учат искусству, а, скажем, самообучается, то есть ходит в филармонию, ходит в музеи и тем самым тренируется. Есть такая важная вещь, как мотивация, связанная с искусством, и определенные вещи, связанные с вниманием, я к этому еще вернусь. И есть, конечно, опять-таки, факторы, которые ассоциируются с вниманием, которые очень влияют на улучшение общих когнитивных функций. Вот я, забегая несколько вперед, могу сказать, что люди, которые с детства занимаются музыкой, они не станут гиллерсами, большая часть из них, но у них тренированное ухо, а на самом деле тренированный мозг. И тренирован он, например, на следующее, на внимательное и пристальное отношение к деталям и к последовательности. То есть вслушиваться в маленькие штучки и в то, что идет зачем. Это потом поможет этим людям, этим детям читать, писать и воспринимать сложную акустическую и не только акустическую информацию из-за того, что они привыкли к деталям. Человек, который привык разглядывать живопись или рисунок или сам рисовать или живописать, он внимателен к этим маленьким штучкам. Это тренирует нейронную сеть. Поэтому вот я в последнее время маниакально всем говорю, что нужно детей учить всему не только потому, что мы и так все знаем, а именно образованный человек должен знать культура. Это все понятно. Но я сейчас не про это, а это тренирует нейронную сеть. Объем информации в мозге той информации, которую мозг может сохранить, он просто гигантский. Его, ну вот здесь вот я даже пишу, и там 300 лет непрерывно смотреть передачи Марины Асфатистуриан по Первому медицинскому каналу, и то мозг еще останется в такое место. То есть, когда задают вопрос, а мне часто задают вопрос, мы не перегрузим ли мозг, хватит ли там места для информации. Места там хватит на все, на что хочешь. Мы можем его перегрузить, но не в смысле количества информации, а в смысле слишком много мы даем работы разным сетям для того, чтобы они переваривали. Но вот та работа, которую вы мне вчера прислали, ссылку на которую, так бывает, вот прямо перед записью подходящей работы, там открыли белок, правда, на дрозофилах это показано, но там просматривается некий механизм, как сам мозг, нормальный мозг, он и убирает какие-то воспоминания. может быть не для того, чтобы освободить место, но для того, чтобы закрепить более важные какие-то вещи. Закрепить и, возможно, оптимизировать работу нейронной сети. Ну, там сказано менеджмент, органайзинг, что-то так, а для того, чтобы организовать эту память, какие-то ненужные вещи он сам убирает. для этого есть белки вообще-то специальные. Это вы очень точно говорите, там даже обозначен этот белок. Это к слову, да, белок, он там скрибл как-то. Да, какой-то скрибл, да. Какой-то скрибл, который вот занялся, у дрозофил, но где дрозофилы, там и мы, я думаю, в итоге. Там написано, что дрозофилы, она у нейробиологов излюбленный объект, потому что очень многие вещи, открытые на дрозофиле, уже доказаны, оказались применимы к человеку, как фундаментальные знания. Да, да, да. А она, если я не ошибаюсь... Не лекарства от Альцгеймера на дрозофилах, а именно фундаментальные знания, полученные на мозгу дрозофил, они оказались, некоторые из них, очень, так сказать, подходящими и экстраполируемыми на человеческий мозг. Да, так что мы с наобизм такой не должны здесь проявлять, что как бы нам домушек дела нету. Нам очень даже есть дело домушек. Потом, вот когда вы сейчас стали говорить про то, что кое-что стоит и забыть как бы мозгу, но ведь мы же знаем, что когда ребенок рождается, то у него нейронная сеть, там масса связей в нейронной сети, которые потом отомрут за ненадобностью. Потому что, ну, какой смысл хранить и так, это дикая сеть по размеру и по сложности. Вещи, которые не нужны, они как бы исчезают. Поэтому вот такая способность забывания, это, мне кажется, это очень важная вещь. Даже не просто нормальная, а важная. Ну, это как клетки избавляются от, там, осколков. Ну да, то есть надо хлам убирать. Хлам убирать. Есть специальные белки. Каждый знает по своей квартире. Если там ничего не убирать, то не найдешь никогда ничто. Или по компьютеру. Если время от времени не наводить там порядок, то невозможно будет разобраться. Теперь обычная метафора про наш мозг, это имеет отношение к нашей теме прямое, это, что мы компьютер. Просто другой метафоры нет. Надо сказать, что этих метафор было в мире довольно много в более докомпьютерные времена. Кто говорил, что это телеграф, кто говорил, что это что-то вроде помпы какой-то, то есть разные метафоры. Но вот сейчас это компьютер. Конечно, компьютер, но дело в том, что там есть и другой компьютер. И это аналоговый. И про него мы очень мало знаем. И это то, что имеет дело с искусством. Потому что если... Ну, вот сейчас появились бы здесь искусственные интеллектчики, с которыми мы имеем удовольствие от времени общаться. Вот глупые из них сказали бы, о боже мой, сейчас мы засунем в компьютер информацию про стихи, про то, как стихи делаются, и он выдаст. И он действительно будет выдавать тонны этих стихов. Только там что-то не будет видно. Ни Шекспира, ни Блейка, ни Бродского, этого ничего там не будет. Потому что это строится другими путями. Это строится не перебором операций. Да, он будет создавать и полотна. Только это будут страшные полотна. Он будет создавать и музыку. Страшный или скучный? Ну, страшный в этом. Я, может быть, вы точнее сказали. Неинтересная вещь. И, наконец, в мозгу есть сознательное и бессознательное. И с этим в рамках науки неразговорной очень трудно обсуждать что-нибудь. Мы не знаем, как это действует. Поболтать на эту тему мы можем в духе Фройда. Но если всерьез по-настоящему наука, то здесь тяжело. Так что мы знаем довольно много о нейронах и их свойствах. Мы начинаем все больше знать. И это стремительно идет. Про то, как устроены сети, сети сетей, сети сетей, сетей. Мы знаем, что есть функциональные блоки. И знаем мы это в основном из медицины. Потому что при нарушении мы видим, что если такая зона мозга поломалась, то да, человек больше не умеет считать. Или он не может говорить. Или говорит, но ничего не понимает зато. Это есть. Но мы также знаем, что это очень обширная динамическая распределенная активность. И в этом смысле блоков вроде бы и нет. То есть здесь мы вот с такой парадоксальной вещью сталкиваемся, как то, что блоки есть и нет одновременно. И если мы будем говорить о нашей эволюции, то у нас довольно много чего поменялось. Не только в мозгу, но вот поскольку мы существа говорящие, это homo loquens, то у нас должна была и периферическая эволюция поменяться. Голосовой аппарат. Локальный тракт, Между прочим, уши, про что относительно недавно стали говорить. Всегда говорили в трахеи там другое, язык не там, ротовая полость там. Это все известно. Но если есть человек говорящий, то должен быть у него контрагент, который слушающий. И если у него не так неподходящим образом организован слуховой аппарат, в том числе и довольно периферический, то есть косточки, молоточки, наковалинки и волосковые клетки, то тогда не будет идти обработка звукового, более того, речевого сигнала адекватно. Для того, чтобы мы восприняли это не как вообще звук, а как очень сложно организованный звуковой сигнал, где вот то, про что мы сейчас уже говорили, вот эти вот микроштучки играют. Это после этого, а это после этого, а это такой длины, а не такой. То есть у нас ухо должно быть организовано таким образом, чтобы производить очень сложный, очень тонкий и очень быстрый частотно-временной анализ. В противном случае восприятие речи невозможно. И восприятие речи не только речи, а музыки. Сколько людей, у которых все в порядке с ухом физически. Физически, да. И они не могут воспринять музыку по-настоящему. Кроме как просто акустический сигнал, который с музыкой ничего общего не имеет. Конечно, у нас рос мозг, и у нас вот менялась эта вся анатомия. И как раз новорожденный ребенок имеет анатомию гораздо ближе к неандертальской, условно говоря, потому что есть и другие наши биологические предки, нежели взрослому человеку. Поэтому мы рождаемся еще не вполне как бы люди в таком вот смысле, в настоящем. Конечно, у нас эволюционировала вот эта вот голосовая коробка, так сказать, вот как они это пишут. И это происходило в определенное время. Вот кто захочет, может это разглядеть внимательно. У нас просто нет времени на этом останавливаться. но во всяком случае ларенкс, конечно, сильно менялся, он спускался вниз, и у нас создалась ситуация, когда мы можем одновременно дышать, говорить, есть и болтать, кстати говоря, что каждый из нас делает каждый день. И это довольно сложная организация. Поэтому, когда вот об эволюции человека говорили, то именно на это смотрели, где это все находится, имей в виду, что только в этом случае мы могли бы говорить. Хочу разочаровать наших зрителей и слушателей, наш язык не обязательно вербальный, не обязательно акустический, это мог быть жестовый язык. Да, body language, да, точно. Да, и body language, и жестовый язык, в смысле язык уже, который передает значение слов и так далее. И тогда нам эта картинка не так уж интересна. То есть я имею в виду, что не обязательно зацикливаться на этом ларенксе, фаренксе и прочее. В старые времена вот такие рисовали чудесные романтические картинки, из которых следовало, что весь мозг, вот он так вот очень сильно специализирован, особенно это я люблю. Все поделен на зоны. Да, он весь прям... Ой, возле уха, как замечательно, там за столом сидят. Да, там масса прелестных вещей, дружеская беседа для нее есть место и для платонической любви, и для зависти. Платонической, да. Да, и просто все расписано. Вот это очень трогательно. Это, разумеется, не выдумано, а это на основании наблюдений, в основном за патологией, уже тогда. Но, к сожалению, этого больше так никто не думает всерьез. И все это получилось в результате, разумеется, генетической работы огромной, которая долго шла, и наш мозг дорого стоит. Более 80% всех генов, которые у нас есть, работают на мозг. То есть усилия генома были гигантские для того, чтобы получилось то, что получилось. Вот мы здесь такие красивые и умные находимся из-за этой огромной работы. Всегда, вот особенно не специалистов, очень интересуют, где те гены, которые специфические, человеческие. Вот где это случилось, когда на человека вышло. Вот это такой трудный вопрос, потому что... Ну и периодически спекуляции возникают. Спекуляций очень много. С открытием какого-нибудь очередного важного гена. Да, все время, да, появляются такие, как бы, псевдо-сенсации. Открыли ген языка, открыли ген памяти, открыли ген мышления. Сострадания, да. Сострадания, гениальности. Вот к этому надо относиться со здоровым скепсисом. Этого ничего нет. И я думаю, никогда не откроют такие гены, потому что мне неловко при вас, поскольку вы генетика, и я нет, это говорить. Но поскольку я сегодня говорящая, то все-таки скажу, не может быть никакого одного гена, который обеспечивает такие сложнейшие функции, полифункции, как память, внимание, язык, мышление. Тем более там живопись, музыка, этого не может быть. То есть это... Это комплексы. Это комплексы, это сложнейшие вещи. Поэтому смешно искать такой ген. Тем не менее, вот этот HR1, который здесь красным обозначен, это один из тех, про которые было сказано, о, открыли ген мышления. Это как бы специфический человеческий ген такой. Да, он подозрительный, он, конечно, не является никаким геном мышления, но тем не менее, в нем, вот посмотрите, какое огромное количество различий между человеком и шимпанзе, про которое нам все время морочили голову насчет того, что 90, там, чуть не 100% общих генов. Тогда я хотела бы понять, чем обеспечивается эта огромная разница, которая между нами и шимпанзе есть. Ведь она же есть, но мы же не сумасшедшие, мы же понимаем. Так вот, эти различия есть, они не в процентах. То есть процент, это не то, что стоит считать. Для сравнения, мне кажется, это очень важно, кто-то из профессионалов отметил, между шимпанзе и птицами, а это, вообще-то говоря, параллельная эволюция. То есть вот здесь птицы развиваются, а вот здесь вот мы там все идем. Два, всего два. А между шимпанзе, ближайший родственник и нами 118. Так что генетическая работа, будьте добры, какая была. И вот еще гены, которые подозрительные. Фокспи-2, про который было сказано, что это ген языка, потому что если мутация в этом гене в семьях... В семьях, то есть дислексия. Да, то дислексия, дисграфия, какие-то фокусы все время в этих семьях происходят. Что одновременно, конечно, на языковую тему, но одновременно, нужно сказать, что это не ген языка, несмотря на все спекуляции, которые вокруг этого есть. Есть нарушения, о которых вот Константин Владимирович Анохин там не раз говорил, Fox-B1, с которым он работал на цыплятах, там еще на ком-то, на животных. И нарушение этого гена ведет к нарушению оперативной памяти. Тогда, вот если бы я была дурочкой, я бы сказала, о, ген дизлексии. То есть нарушение процессов чтения, обучения чтению, вызваны с нарушением этого гена, это значит, что он на тему чтения. Нет, он не на тему чтения. Анохинские цыпляты не читают. Но если у вас нарушена оперативная память, то вполне ожидаемо, что будут нарушения чтения, потому что пока вы прошли вторую часть слова, вы забыли первую, уже не говоря о фразах. Это я, собственно, к тому говорю, что это очень сложный набор генов, и поломка во всем этом винегриде, так сказать, или салате оливье, она может вызвать нарушение всего блюда. Но не нужно глупо к этому относиться. Современные методы, которыми мы исследуем сложные функции, они нам дают разную информацию. Вот я не буду тратить наше время для того, чтобы это внимательно прочитывать, но мы знаем, и это получено с помощью магнитного МЭГОФ, магнитная энцефалография, с помощью ЭГЭ разного. вот такие вот данные мы можем, мы знаем, когда что фиксируется. 100 миллисекунд это уже звуковой сигнал, 300 мы узнаем слово и так далее. То есть, если мы ловим данные энцефалографии, то мы знаем, вот если такая-то получилась штука, то это значит, он зарегистрировал такую-то часть, скажем, языкового потока. То есть, у нас много способов есть узнать, когда что произошло. Если мы полезем в данные, которые получаются с помощью позитронно-эмиссионной томографии или функционального магнитного резонанса, то мы получаем такие гораздо более сложные картинки, но для простоты, вот я вынула такие, слышится слово, видится слово, идет, произносится слово, или генерируется более сложное словотворчество, То есть, если мы пойдем с другой стороны и мы увидим вот эти вот картинки, мы ничего не знаем про то, что делает человек. Я скажу, сейчас он видит слова. Именно я, поскольку я с этим вместе с институтом мозга, вот со Святославом Силовичем Медведем, сейчас с его командой работаем, именно я скажу, так-то это так, но это для простоты я говорю так, потому что, когда мы генерируем слова или когда мы слушаем языковой поток, то вот, посмотрите, вот здесь сколько всего происходит-то. Это происходит одновременно, с огромной скоростью. Заметим, я ничего не говорю про смыслы и про ассоциации, а они есть. А они тоже есть. Они есть. И у каждого свои причем. У каждого свои. Работает кратковременная память, работают разные промежуточные памяти, работает подсознание, потому что, когда это вот то, что Кастанда в свое время делал, то, что, когда мы это слово произнесли, о, боже, у меня с этим такие ассоциации отвратительные, я никуда не могу их деть. Или я роман сейчас только что читала, там, просто, и там ассоциации шли, я не знаю, еды, запахов со сложнейшими... Переживаниями. Переживаниями. То есть, это только на картинке вот так вот просто выглядит. На самом деле, это именно сети, сети сетей, гиперсети, гиперсетей. Одновременно все происходит. Поэтому, я бы призвала вот наших слушателей и зрителей иметь в виду, для трактовки такого рода данных, не вот этих простых картинок, где мы специально вынули этот материал из большей картины. Для трактовки таких данных используются сложнейшие математические системы, которым учатся специально. Это не Excel, который ты загнал туда, и он тебе что загнал, то и получишь. Это очень сложные математические программы, которые для этого используются. Этому специально учат очень большой процент людей, которые работают с такими системами, работают с неправильными программами, и поэтому то, что они получают, имеет относительную ценность, если не скажите, вред, потому что неправильно вынули, неправильно построенные сами эксперименты. Моя пафосная речь сводится к следующему. Это очень сложная история. В ней на всех этапах, на этапе подготовки, на этапе самой процедуры, и на этапе обработки материала должны работать высокие профессионалы, каждый в своей области. Это мультидисциплинарные работы. Лингвист или музыкант, или специалист по живописи, он должен быть включен с первого момента, он скажет, это не важные вещи, а вот это важная вещь, мы ее высветить должны. И на обработке, конечно, тоже, потому что люди, это не машина делает вывод, а человек, который понимает, что значат эти цифры. Ладно, не будем на этом останавливаться, а скажем вот о чем. Критические вещи есть в произведениях искусства и их восприятий, которые влияют на то, как организовано наше когнитивное поле, все. И это, я повторяю, вот то, с чего начала, то к этому я возвращаюсь сейчас. это не вопрос того, что приличный человек должен знать, кто такой Вивальди или читать в свое время Толстого или, я не знаю, Бунина. Это само собой, но я не про то. Это тренировка мозговых процессов, очень сложная и очень эффективная. И когда мы говорим о творческой деятельности, мы должны иметь в виду вот то, что здесь выделено красным и нейроимиджинг всякого рода, электрофизиологические данные говорят нам о том, что есть вот такое в мозгу у нас, что имеет кардинальную роль, играет кардинальную роль как в оценке эстетики, так и в производстве эстетической продукции. То есть в мозгу есть вещи такие, которые ну как бы специально для этого. Догадка меня посетила, можно я поделюсь на уровне догадки? А может быть, что вот эта вот взаимосвязь мозга и искусства, как восприятие его, так и творчество, это просто взаимодействие тех зон в мозгу, в мозге, которые занимаются обработкой внешней условно-эстетической информации с теми участками, которые отвечают за эмоции. Они как-то задеваются. Они обязательно задеваются. То есть это вот такая связка. Да, но она не только она. Понимаете, то, что я... Но она есть. То есть об этом речь. Она несомненно есть. То, что это с лимбикой связанное. И там амигдала там, разумеется, участвует. То есть задеваются эмоциональные центры при обработке определенной информации. Это бесспорно, но это есть и у животных. Поэтому когда то, что Павлов говорит о влиянии музыки на человека и животных, я думаю, наш с вами черепах, это, конечно, затрагивало какие-то эмоциональные их отделы. Ну, уж не говоря про этих коров, про которых писали во всех газетах, в которых надои увеличиваются, когда они Моцарта слушают, а когда рок слушают, не увеличиваются. У меня руководителем моей диссертации первой, кандидатской, когда я только в биологию перешла, был профессор Морозов, который сейчас работает в Институте психологии Академии наук, и, честно говоря, я не очень знаю, что он делает сейчас, но тогда мне как раз это смешило. Вот началось это маниакальное, что если коровы будут слушать рок-н-ролл, то, значит, молоко скиснет, а если Моцарта, то, наоборот, оно будет высокой класса. Но я не знаю, так это или не так, то есть, тут, конечно, спекуляция тоже какая есть, но то, что оно не может не влиять, это мы понимаем. Но я-то сейчас имею в виду другое, о чем мне на самом деле довольно трудно говорить, потому что это не очень у меня и у других продуманная вещь. Это помимо эмоций, которые это задевает, это включает какое-то особое состояние в мозгу. И это состояние, оно не то, чтобы прострация, не то, чтобы какая-то отключка или медитация, но что-то в этом духе. Есть работы, которые пишут, дайте мозгу спокойно гулять, как бы, как кошки гуляют, сам по себе пусть он ходит, не навязывайте ему, не говорите ему, садись там, делай открытие, ты что бездельничаешь? Его дело бездельничать, это на наш вкус бездельничать. У него, я думаю, происходит такой сложности работы, которая как раз не вписывается ни в какую компьютерную метафору, и мы не знаем, мы даже не знаем, как ее поймать. Я думаю, я сейчас фантазирую, но я думаю, что если мы, бы вдруг нам бы удалось зафиксировать процессы, которые происходят в мозгу у человека в момент творческого озарения или еще чего-нибудь, мы бы получили очень странную картину. Возможно, там не было бы почти ничего. То есть, я бы поставила на оба состояния, на состояние крайней активности, когда мозг горит огнем весь, когда работает все. Но я бы не удивилась, если бы мы получили наоборот. Как бы почти, ну, хотел сказать спит, но это неправильно, потому что мы знаем, что во сне бывает что происходит. Но вот как бы такая расслабленность, но это псевдорасслабленность. Это просто мы не умеем ловить. Ну, ладно. Вот совершенно непонятно, как происходит, например, вот если мы возьмем язык, а это же относится там и к музыке, и к чему хочешь, то как получаются эти стабильные единицы? Вот я имею в виду, мы знаем, что есть там м, н, о, а, там, и, б, и д. Откуда они взялись? Учитывая, что в нашей с вами реальной речи вот этих вот идеальных единиц нету. У нас все смазано в зависимости от того, где ударение, с какой скоростью мы говорим, есть у меня акцент или нет у меня акцента, что после чего идет. То есть, если вот я, поскольку раньше там в университете еще занималась акустическим анализом речи, я знаю, как выглядит спектрограмма. Вот если вас и меня сейчас записать, это страшное дело. Нужно несколько лет учиться, чтобы разделить, где у вас а, где у вас о, а где у вас н или мы. То есть, это идет поток, где ничто ни на что не делится. А откуда? Но мозг-то, когда анализирует, он же это сводит к этой сетке, здесь все-таки было н, хотя оно смазано все. Вот как это у него выходит? То есть, мозг сложнейшие вещи делает. Этот Фокс-Пи-2, который выдавали, так сказать, за ген речи. Как мы теперь знаем, это, вот я ужасно жалею, что я не генетик, потому что это замечательные работы. Он на самом деле транскрипционный фактор собой являет, который, это хаб, который координирует работу очень многих генов. Более того, он экспрессируется в разных органах тела, например, в легких. И кажется, при чем тут речь? Я вам скажу, я-то я выдумываю сейчас, но я думаю, что я выдумываю правильно. Есть такая вещь, как речевое дыхание. Как нам вообще дышится-то во время этого говорения? То есть, он должен попасть в разные места. Например, этот Фокс-Пи-2 связан с геном, который здесь обозначен, красным, который нарушается при аутизме. Вот у нас, кстати, сейчас по одному гранту работы с аутизмом идут. Ведь аутисты, многие дети, они просто вообще мертво молчат. Может возникнуть такое впечатление, что у них именно языковые вещи нарушены. А это еще доказывать надо, языковые или не языковые. Молчит, он же не хочет говорить, не с чем говорить. Но это очень связанные вещи, понимаете? Вот этот Фокс-Пи-2, который, как мы сейчас знаем, он не на тему артикуляции, он на тему коммуникации. Аутизм это коммуникация. Когда нокаутных, если я правильно выражаюсь, или трансгенных мышек исследовали, в которых был вставлен человеческий вариант Фокс-Пи-2, они, естественно, голосом человечиим не заговорили. Но они больше пищали. Они стали болтать безумолку. Невероятная коммуникативная активность. Более того, у них, что вот очень интересно, у них спектр изменился. То есть вот спектр их голосовых этих сигналов был такой, а стал такой. То есть это нам о чем говорит? О том, что это он, это с ним игра пошла потом. Это очень важная такая вещь. Здесь речь идет об обоработке дискретных компонентах сложно организованных временных последовательностей. Почему я здесь все-таки оставилась? Тренировка музыкальная на эту тему. Для того, чтобы я правильно музыку воспринимала и тем более играла, я должна вот с этими маленькими штучками, дискретными, акустическими играть. Я тренирую свою нейронную сеть, которая потом это делает с языком. Это они же. То есть они же, но не буквы. Не буквы, но это тот же алгоритм. Тот же алгоритм. Последовательность работы с мелкими штучками. Вот если вы потом будете с кем-нибудь говорить из специалистов по дизлексии, то они вам скажут, как тренируют детей дизлексиков. Их приучают обращать внимание на мелкие штучки. Это после этого. Не важно, не безразлично. То есть когда какая-то логика есть выстраивания мелких штучек. Мелких штучек потому что в музыке же есть тоже последовательность. Чтобы не было какофония. Естественно. В музыке есть понятие разрешения. Да, да, да. Одна нота следует за другой. Есть законы свои. Поэтому когда маленького ребенка, у которого проблемы с овладением речью, и тем более с овладением чтением начинают с ним работать, то он работает, например, с бисером. Ну, кажется, какое отношение бисера. Мелкая моторика. Мелкая моторика. И сначала будет зелененький, а потом красненький, а потом желтенький. Понимаете, это та же вещь. Как руками, не только руки тренируют моторную жезону, но даже не только это, а сам факт работы с маленькими штучками. Но с маленькими, но определенным образом организованными. Поэтому работа... Не хаотично. Да-да-да-да. Поэтому специалисты по всему миру, те, которые интересуются музыкальным образованием детей, не как художественной тканью, а как медицинской историей, они как раз и говорят, мы... Неважно, на чем мы научим человека следить за штучками. Важно, чтобы он вообще понимал, что за ними нужно следить. Вот эти дискретные вещи, то оно ключевое в языке. Если я скажу там пил или скажу пел, это две разные вещи, значит, я должна на маленькую штучку на это внимание обратить. Так что вот если про гены, к примеру, говорить, то этот ФОКС-ПИ-2, он, например, занимается тем, что обеспечивает нужной плотности синапсы. то есть дендриты, чтобы правильные были, чтобы, то есть как бы на тело мозговой ткани он влияет. Он не влияет на смысл и слов, а он влияет на то, чтобы эта сеть строилась в правильном направлении, с правильным разрешением и хорошего качества была. Правильной плотности. Плотности и так далее. Ну вот я назову сейчас большая очень литература на тему музыки и речи. Я назову просто одного из, я могла бы назвать много, Роберт Заторра, это человек, который последнее время об этом много пишет, вот 2013 год и с тех пор уже появилась. И идет сравнение пластичности мозга в контексте обучения всякого и языку, и музыке. и мы знаем, что вот когнитивная нейронаука этим и занимается, что нейронная архитектура, так сказать, зависит от того, как она обучается, как строится, я бы даже сказала так, как пишется текст нейронной сети, зависит от того, кто пишет и что пишет. Если вообще что-то где-то звучит или что-то в глаза попало, то это одна история. А если это пристальное обучение не в смысле учитель сидит, а в смысле жизни учится, вот так как на первом слайде было, вот этот ребенок сидит играющий, вокруг него звери, наш мозг, если чего-нибудь и не умеет, он не умеет не учиться. Вот этого он точно не умеет. Он учится все время. И хорошо он учится или плохо, зависит от того, какой пищи его кормят. Его можно кормить фастфудом и тогда получишь, что получил. А его можно кормить изящными картинами, тонким обучением к языку, тонким обучением музыки, в том числе собственной игры, потому что когда вы играете, вы одновременно, это я показываю клавишные, можно показывать и так, вы тренируете и моторику, и сенсорику всю. И чем лучше вы это делаете, это инвестмент в будущее. Об этом прямо сейчас пишут. Если вы учите детей музыке, языкам, то дело не в том, что он сможет по-шумерски говорить, потому что вряд ли ему в гастрономию попадется древний шумер, но это натренирует его нейронную сеть сложнее, чем тех, которые этому не учились. И это значит, когда он подойдет потом к возрасту, когда Альцгеймер будет опасен, то опасности для него будут меньше, чем для других, потому что тренированная нейронная сеть. Это как бы мышцы, но мышцы внутри мозга. Ну вот, распространенное мнение, что левополушарные это математики, а правополушарные это все художества. Просто укоренившиеся, я бы сказала, сознания. Об этом продолжают говорить, хотя эта песня спета давным-давно, эта страница закрыта. Это 60-е, начало 70-х и все, да? Ну, немножко 80-е тоже было, потому что Роджерс Перри получил Нобелевскую премию за открытие в области функциональной специализации полушарий, и поскольку это Нобелевская премия, то это стала модная тема. И стали все говорить, вот художники правополушарные, математики левополушарные. Это давно известно, что это не так. Сколько хочешь левополушарных художников и правополушарных математиков, например, тех, которые работают не с арифметикой, а с геометрией, тригонометрией, когда требуют мысленные вращения, эти многомерные... Топология все это, да? топология, это, разумеется, правополушарная вещь. Поэтому это, давайте об этом забудем, это имело в свое время смысл, но это не так. Творческие люди, и это очень важно, полифункциональные, у них, как правило, широкие интересы в разных областях. Как правило, они способны и здесь, и здесь, и здесь. Чем более гениальные люди, тем более у них таких полифункциональных возможностей. Определить полушарность Леонарда Давинчик, к примеру, да? Да, уже не говоря о том, что он левша, и он может и левой, и правой. Мы возьмем гениальных людей, если мы почитаем биографии их или их собственные отчеты, то одни вещи они делают только левой рукой, а другие вещи они делают только правой рукой. То есть мы такое там увидим, чего мы не ждем. Кроме того, мы должны иметь в виду, такие люди очень много работают. Творческие люди очень много работают. Не потому, что их нужда гонит, и не потому, что они дисциплинированные. Как правило, они не дисциплинированные, но просто они не могут этого не делать. Это представляет для них такой интерес. Мне говорят, что ты приходишь домой и сидишь в компьютере? Меня никто не гонит, у меня нет начальников, которые мне могут сказать, садишь, пиши статью. Я сама себе начальник. Но это настолько интересное занятие, что я им и занимаюсь. Возможно, у меня успехи больше, чем у многих других людей. Это я со свойственной мне скромностью говорю. Потому что я очень много делаю этого, а делаю я не из-за тщеславия, а потому что это мне интересно. Легче делать, чем не делать. Мне не делать, это наказание сплошное. Спрашивается, почему я стала читать про музыку и мозг, и искусство, и мозг. Вот в последнее время я просто маниакальна. Маниакальна. Меня никто не просит. Но это так интересно, я хочу понять, что делается в голове у человека. Сейчас посмотрим, удастся или нет. Поэтому люди, которые об этом пишут, видите, это обложка прям книжки, пишут ром на тему правополушарные, нейрополушарные, левополушарные. Я бы обратила внимание на работы, которые под таким названием идут, Neuroscience of Creativity. Если кто-то будет искать в сети, так ищите именно по этим словам, и на вас вывалится огромное количество литературы. Я как-то была на спектакле в Осло, где не знала про этого балетмейстера ничего. И началось представление, и у меня просто крышу снесло, потому что я видела людей, которые делают то, что нарушает законы всемирного тяготения. Не может человек так двигаться. Он не может зависать в таких позах. Он не может не падать на землю в тот момент, когда он по всем законам физики должен упасть. Поэтому я думала, вот я просто кое-какие картинки видела, но это не он один. Я последнее время именно в связи с этим стала очень интересоваться современным балетом. Они делают то, что сделать нельзя. Это говорит о том, до чего дошла человеческая эволюция, скажу я с грустью. Ну, то есть с восторгом на самом деле. Как можно тренировать тело? Что это тело делает? И я подумала, тело само по себе не делает ничего. Что делается у них в голове, у этих людей, которые так танцуют? Но так, это не обязательно так. Это, может быть, классическая, естественно, хореография. Это я просто для удивления как бы показываю. и что мы видим? Вот обычно мы привыкли, это, конечно, огромное заблуждение, вот такое, просто человек как бы на кухне, что он думает? Ну, танцы, ну, что такое? Это как бы не серьезное дело. Ничего себе не серьезное дело. У них вот то, что здесь красным обозначено, и то, что я сейчас и дальше покажу, у них участвуют огромные нейронные сети, в этом, потому что нужно, вот представь себе, нужно слышать музыку, нужно одновременно, нужно не просто ее нейтрально слышать, нужно слышать ритм, и этот ритм может быть очень сложным, нужно смотреть, что происходит на сцене, если ты танцуешь не один, партнера, нужно слышать оркестр, нужно помнить то, что у тебя выучено, нужно соблюдать позы, равновесие, нужно не прыгнуть в оркестровую яму, нужно осуществлять сложные координации разных движений, разных ритмов и разных участников. Это сложнейшая история, и, конечно, память, я это выучил, потому что это, конечно, доведено до автоматизма, но если бы это было просто доведено до автоматизма, тогда мы имели бы дело с акробатикой, я не хочу умолять акробатику, но это спорт больше. Да, но это спорт. А здесь, а как же включается сюда душа, эмоции, почему один раз этот же актер танцует удачно, а другой нет, у него натренировано все уже заранее, он может, условно говоря, во сне этот танцевать. И вот нейронная сеть, которая связана с танцем, вы посмотрите, сколько в ней, вот красным обозначено, я не буду прочитывать, сколько разделов мозга, которые участвуют в этом. То есть это очень сложная процедура, процедуры, и, конечно, в ней есть мыслы. Крупные актеры, я как-то слушала интервью, случайно, как все у меня бывает, случайно, слушала интервью с Дианой Вишневой, вот звездой Мариинского театра. Я с изумлением обнаружила, что она человек высоких когнитивных возможностей, она говорила очень сложные вещи, у нее богатый духовный мир, и отнюдь не только на просто, в кавычках, разумеется, просто эмоциональную телу, она не просто чувствующий человек, она серьезный и глубоко думающий человек. И она открытым, прямо текстом открытым говорила, что она это вкладывает в свои движения. Вы только вообще задумайтесь, что значит вкладывает высокий духовный мир, сложный, многоступенчатый духовный мир в движение. Вы попробуйте вложить, это что значит. То есть это серьезная история. Вот если мы посмотрим, это я просто как примеры привожу того, что теперь мы умеем делать. Мы, я имею в виду наука, я, к сожалению, этим не занимаюсь. Во время танца, что происходит? Что справа, что слева? что до тренировок в мозгу происходит, что после тренировок, как это закрепляется в мозгу. Не стоит думать, что это механическая вещь, что просто нога сама там двигается, рука сама двигается. Нет. Оно может и само двигаться, но тогда это не так. И я, когда мы перейдем к исполнительским вещам, вот сейчас скажу. Это Оливер Сакс, знаменитый, Сакс, знаменитый, который написал, помните, эти его, человек, который принял жену за шляпу, шляпу за жену. Он умер недавно. Да, он недавно умер. Я, кстати говоря, даже успела с ним в некоторой переписке такой находиться. Очень интересный человек. И он тоже, видите, под конец жизни стал заниматься Music in the Brain. И тоже опять этот заторе появляется. То есть это серьёзные исследования. Не на тему того, чего бы нам ещё про мозг поисследовать. Мозг и стакан, мозг и очки там. Это не на эту тему. Стали почти подсознательно крупные нейроучёные понимать, что здесь возможно. Вот то, что я вам уже говорила. Что-то найти. Здесь что-то мы найдём. Я уверена, у меня нюх сильный. Я уверена, мы здесь найдём то, что мы не найдём ни в каких других местах. Потому что, если уж говорить об антропологических вещах, вот оно. Мы не знаем существ, которые создают музыку. Вы можете сказать, птицы поют. Правильно. Но это ограниченные наборы, как правило, генетические. Причём с определённой целью. У них эти песни не просто так, не для души. Да, не для души. И, конечно, их можно обучить кое-каким песням. Но это всё равно не переход сюда. Это другая история. Почему мы стали, почему мы люди стали создавать эти другие семиотические пространства? Люди, как вот до меня постепенно доходят, это те, кто создают то, чего в природе нет вообще. Мы создаём другие миры. Конечно, если бы вы язвительно подошли к тому, что я говорю, или я там на вашем месте с моей язвительностью была, у нас примерно одинаковая, то я бы сказала, а вы откуда знаете? Что там думает леса и какие она себе семиотические пространства создаёт? Мой ответ, да, я не знаю. Конечно, не знаю. И даже непонятно, как узнать. И даже я очень сомневаюсь, что мы когда-нибудь узнаем. У нас нет ключа к этой истории. Поэтому оставим в покое. Но зато про себя мы знаем, что ментальные миры, которые мы создаём, а это искусство или математика. Вот эти вот особые миры, они для нас обладают ценностью, возможно, даже большей, чем реальный мир. Конечно, с голоду можно помереть. Это, я понимаю, это физический мир. Но почему мы так переживаем над произведениями искусства? Почему романы? Почему Шекспир? Почему Король Лир? Где этот Король Лир? Может, не отпускать по нескольку дней, да? Да, и они составляют нашу сущность. Они заполняют наш ментальный мир. Почему? Этого же нет ничего. Есть герои литературных произведений, по которым я, когда долго его не перечитываю, я скучаю больше, чем родственникам некоторым. В том-то и дело. Как это может быть? Почему музыка такое делает? Я не думаю, что это потому, что включилась просто лимбическая система. Это не на тему веселенькое или плакать хочется. Это гораздо более серьезная вещь. Опять-таки, я читала интервью с Шнитке, чрезвычайно серьезным мыслителем, который такие сложные вещи пишет про музыку. Он говорит, что музыка есть своя семантика. Он не говорит, вот это поиграл, стало весело, а это поиграл, стало грустно. Нет. Это другой мир, очень сложный мир, который не перекодируется другим языком. Про музыку мы не можем адекватно рассказать человеческим языком. Не получается. Ну вот. И у художников, артист в данном случае, вообще люди искусства, у них иначе организованные мозги. Это красивая картинка, это не просто картинка, это не художник рисовал. Это один из способов обработки того, что происходит в мозгу, по каким путям идет информация. Это классическая картинка, когда иллюстрируют коннектом. Вот. Вот, кстати, здесь у меня случайно рояль в кустах, цитата из Эрика Кэндалла, Нобелевского лауреата, который открыл дофаминные нейроны. Художники обладают скрытым, именно художники, скрытым пониманием универсального биологического принципа. Ресурсы человеческого внимания ограничены. Для того, чтобы добиться работы врожденных механизмов эмоциональной разрядки, они должны отдалиться от излишне реалистичного изображения и отбросить в сторону избыточную или незначительную информацию. То есть, когда мы видим что-то, чего не бывает, так не бывает, но оно на нас воздействует, это то, что видит художник. Вот, спасибо, вы замечательную вещь сказали. Это вчера я готовилась и обнаружила эту цитату. Это то, что... Это здорово. И это, кстати говоря, соединяет то, с чего мы начали. Когда дрозофилы нам показывают, что нужно кое-что забыть, что важно, а что не нужно. Да, то невозможна обработка информации, извините за такой термин дурацкий, но общепривычный. Невозможно, если ты не начинаешь отвлекаться от каких-то вещей, ты здесь должен найти важное и пренебречь неважное. Но именно художественная придумка, особенность, она внимание цепляет и вызывает эту самую эмоциональную разрядку, как они ее называют. Восторг от искусства. Да, совершенно верно. Но это значит, что художник, он, вот он именно попадает в какое-то особое состояние такое, которое, когда нам везет, мы иногда попадаем в такое состояние, как бы ты в такой полупрострации находишься. Ты вроде ничего не делаешь, как бы ты лентяй. Но на самом, вот на это состояние нужно как раз ему дать, дать ему жизнь, этому состоянию, потому что тогда есть надежда на то, что ты ухватишь какую-то штуку, вот это даже прямо есть термин такой эврика стейт, то есть состояние эврика, вот оно, ухватил. А что ты вчера не ухватил? У тебя вся информация была, но у тебя 10 лет уже эта информация есть, только ничего ты не видел, а потом вдруг увидел. Поэтому художники, как я думаю, художники, я понимаю, в широком смысле, включая музыкантов, писателей, математиков, всех художественных личностей таких, не тех, которые на станке работают все время, вот они, у них есть эта особая способность, и у них, кстати, вот как я здесь и пишу, у них серого вещества побольше, чем у других, поэтому когда Шеллок Холмс нам показывает там играющего на скрипке вымышленный персонаж, вы понимаете, что он вымышленный, он вымышленный, но в точку попали, почему он играет на скрипке, ему надо поиграть на скрипке, его сосед как бы не может этого выносить, этого ужаса, а он не для того играет, чтобы его услаждать, он настраивает мозг свой на особое состояние, вот в чем дело. В музыке, видите, когда мы, вот здесь две картинки, это мозг, который находится в состоянии покоя, хотя мне совершенно непонятно, что такое состояние покоя, его нет, конечно, вот, и который, мозг, который реагирует на музыку, посмотрите, насколько больше задействована зон, какая активность огромная, кроме того, связь между полушариями у творческих людей очень мощная, сейчас мы приедем к этому еще, мы даже можем, я со скепсисом отношусь к таким картинкам, но я их показываю в качестве схем просто, как мозг реагирует на разного типа музыку, я бы для наших слушателей и зрителей сказала, разный мозг будет реагировать на разную музыку, если я музыкант, или я музыковед, или я опытный слушатель, просто, то я буду музыку кантри реагировать, может быть, еще, то есть, обрабатывать, может быть, еще более серьезно, чем классическую, потому что я хочу в ней найти определенные вещи, как писала Цветаева, читатель-соавтор, вот она сама не знала, куда попала этой фразой, я ее все время говорю, не только читатель-соавтор, зритель-соавтор, нет никакой картины, вообще ее нет, если нет глаз, которые на нее смотрят, точнее говоря, мозга, потому что глаза еще должны быть образованные, нет музыки, если нет слушателя, нет книги, если нет читателя, нет танца, если нет того, кто смотрит на этот танец, поэтому вот эта вся картина, она должна, здесь должна быть другая подпись, как это видят шнитки, как это видят доярка, кухарка, которая никогда, я не снобистки это говорю, кухарка, даярка, может быть такой слушатель, которому еще другие, но человек, которому это безразлично, я имею в виду наивный слушатель, понимаете, поэтому вот эта картина зависит не только от того, что мы, что слушает этот, или видит, или разбирает этот человек, а от того, кто этот человек, и какова его цель, он слушает для того, чтобы отдохнуть, и бог с ним играет, и пес с ним, что играет, то играет, или я хочу увидеть разницу между этим исполнителем и этим исполнителем, и тогда это аналитическая работа. Или завтра мне надо критическую статью написать, я музыковерна. И это совершенно разное слушание, поэтому картинки эти все, они очень условные, они очень условные, и они все будут разные. Иллюстрация того, что происходит в мозгу в связи с музыкой, вот мы не можем, просто не хочу повторять то, что я говорила, но посмотрите, как много зон задействовано для обработки музыки. И, конечно, есть общие черты у музыки языка, о чем я уже говорила, и, может быть, даже не стоит на этом останавливаться, за исключением вот последней фразы. В музыке есть ноты, в языке есть слоги. В языке много чего другого есть, но мы сейчас об этом не будем говорить. И обычно мы говорим, хорошо, но у других живых существ нету этих маленьких штучек, из которых построены их сигналы. А мы откуда это взяли? Вот сейчас уже понятно, что у многих птиц, из певчих, у многих птиц есть такие слоги. Более того, у них есть отдельные ноты, из которых это все составлено. Нет, но потом, если они коммуницируют, то, значит, они последовательностями какими-то не оперируют. А это и есть то, о чем мы сейчас беседуем. Вот эти последовательности, это коды, коды. Если этот, а потом этот, а потом опять этот, это вот что значит. А если другое, то значит совсем другую вещь. Есть ритмы, ударения, интонации, все это есть в музыке. То есть музыка, конечно, язык, чего там и говорить. Мы видим разные истории в зависимости от того, человек импровизирует или это то, что по нотам играет. И у них разные картинки. Мы даже знаем, что гены участвуют в этой истории по-разному. Допаминергические системы, которые определяют моторное поведение, память, обучение. Это, видите, прямо называется эффект, результат, лучше сказать, музыкального исполнительства на транскриптом профессиональных музыкантов. Это серьезные люди говорят. Это 2015 год в серьезных местах опубликовано. Ну, scientific reports. То есть это не разговоры так просто на кухне сели, побеседовали. Это серьезные исследования на транскриптом. То есть это, я так расшумелась, потому что я все время, как маньячка, все время всем говорю, не надо есть плохую еду, не надо читать плохие книги, не надо слушать плохую музыку, не надо... Вы в нашей первой передаче тоже говорили. Так я все время про это говорю, но только никто не слышит. Не нужно использовать плохие духи, не нужно пить плохое вино, не нужно общаться с плохими людьми, слушать глупости, потому что транскриптом у вас какой будет после этого? Не железный. Он, во-первых, не железный, не все выдерживает, а во-вторых, тогда не жалуйтесь. Если вы наелись плохой еды, то это не так опасно, потому что это как бы быстро пройдет. С мозгами хуже. То есть это туда попало, и оно все уже устроило. Мы, дети, должны получать хорошую пищу всех сортов, как ментальную, так и физическую. И мы сами. Итого, у музыкантов это занятие музыкой как собственное исполнительство, так и слушание внимательное влияет на объем серого вещества, и таким образом эти... И так далее. На качество нейронной ткани, так сказать, если таким бытовым образом сказать. И то есть это влияет на анатомическом уровне. Это вот, если помните, были разговоры, я не помню, есть у меня этот слайд или нет, но пусть повисит. Пусть повисит, красиво. Красиво пусть висит. Это уже давно всем известно, что у лондонских таксистов... Да, но это бы тоже гиппокамп. Да, гиппокамп. Размеры его большие. Выдающиеся. Выдающиеся размеры. Встает вопрос, который относится и к тому, что мы сегодня обсуждаем. Он такой большой стал из-за того, что они его натренировали? Или он такой большой и был, потому они хорошие таксисты? Но именно про таксистов-то понятно, что натренировали. А с музыкой встает вопрос. Он потому стал музыкантом, что у него такой мозг удачный родился? Или он музыцировал, музыцировал, музыцировал? То есть это про курицу и яйцо, да? И потому развил свой мозг. Отвечаю здесь и то, и то. Потому что есть работы, которые говорят о том, что люди, играющие на клавишных инструментах, имеют более симметричную сеть. Потому что они играют правой-левой рукой. А люди, которые играют на струнных инструментах, имеют некоторую моторную асимметрию, потому что одна рука держит скрипку. Но это уже потом. Но изначально все-таки слух должен быть у всех, кто занимается музыкой. Конечно. Профессионально. Конечно. И вот это, кстати, очень интересная вещь, потому что я последнее время, я уже вам говорю... Все-таки я не знаю случаев, чтобы без слуха человек музыкального стал профессиональным музыкантом. Ну, несомненно. Не может быть. Тут надо родиться. Да. Но у них... То есть я знаю людей, которые пытались этого добиться, упорством не получилось. Не получилось, но все равно они свою пользу получили. Это другой вопрос. В контексте того, что мы говорим. Да. У них не получилось стать настоящими музыкантами. Но нейронную сеть они развили. И большое... И где-то им это помогло. Должны сами себе сказать спасибо. Вот. Но вот эта картинка на тему того, что у нас есть, помимо сетей нейронных на тему визуальное здесь, а здесь слуховое, а здесь там тактильное или там запаховое, это да. Но есть еще некоторые такие особые сети, которые на тему внимания и на тему воображения. То есть мозг делает... Вот что меня больше всего пугает в мозге, это то, как страшно много всего он делает одновременно. Это тысячи вещей. Он одновременно и со штучками с этими играет. И одновременно весь сам себя настраивает на то, что теперь я внимательный. Или, а теперь я немножко расслаблюсь и дам воле воображению. Может, что получится. Может, открытие какое сделаю. И все это идет одновременно. Это поражает, конечно. Поэтому вот... Ну что тут скажешь. Есть сети, которые связаны с визуальными вещами. Есть сети, которые связаны с языковыми вещами. Но то, что мы сейчас перелистали, есть одновременно с этим. То есть вот... Ну вот я просто иллюстрирую то, что сейчас сказала. И вот это imagination network, так называемое дефолтное, она, вы знаете, она какая-то такая странная. Она базируется на личном опыте. И она позволяет... Вот это какое-то особое состояние мозга. Вот о нем сейчас и пишут. Вот какое-то то ли расслабленное, то ли сконцентрированное. Вот даже не поймешь. Даже не знаешь, как... Вот его недаром называют дефолтное. То есть оно как бы все время такое присутствует. Фоновое, я понимаю. Фоновое. Но оно не нейтральное фоновое. Оно фоновое как бы насторожее. Я насторожее. Вот сейчас как включусь, и получится я МЦ-квадрат. Кроме того, не надо забывать про зеркальные нейроны. И про вот это вот то, что здесь написано. Это сеть, которая обеспечивает воображение, воспоминание, сопереживание, сочувствование, придумывание состояний. Это то, что делают творцы. Я сейчас создам произведение, которое вас вообще завалит. Какую-нибудь кармина-бурану, который слушать нельзя, чтобы сердце не остановилось. Ну, хорошо. И вот есть это... Вот такое особое состояние, которое подразумевает такой поток сознания, что ли, если можно так сказать. Вот пусть оно идет. Но вот то, что мы уже обсуждали. Дайте мозгу погулять самому по себе. Это все очень дорого стоит. Люди, у которых особый талант или гениальность, они находятся в состоянии опасности постоянной. Как правило, они очень дорого за это платят. И это вот носит название даже «Елизаветинская болезнь» или еще называли «Гераклова болезнь». Об этом еще Аристотель писал. Это давно заметили. Об этом не Фройд стал писать. Или разные люди, там, более или менее ему современники. Это давно заметили. Вот Аристотель пишет прямо о поэтическом творчестве или в управлении государством, которые отметились, или в искусстве, которые отметились как особо способны. Почему они либо меланхолики, либо у них, вот видите, даже священная болезнь, называли Геракловой. Что-то с ними все время происходит. Вот если мы посмотрим биографии, об этом огромная литература. Если мы посмотрим биографии этих людей, с ними, там здоровых... Это плата такая. Да, это очень дорого стоит. Здоровых среди них фактически нет. Они либо алкоголизм, либо у них шизофрения, причем в семьях. Либо они в депрессиях страшных, что они там суицидно заканчивают. То есть с ними все время что-то происходит. Поэтому вот те, кто преподают там детям, они должны, и врачи, кстати говоря, тоже, они должны так аккуратно к этому относиться. Потому что, конечно, милое дело, человека отправить в сумасшедший дом. Но только надо иметь в виду, что он, возможно, Ван Гог. Это не значит, что он не болен. Но это значит, что он, кроме того, что болен, он еще гений. Поэтому это такое дело опасное. Вот просто обращаю внимание, что сейчас очень занимаются этим. Вот Джемисон. Обследование было 47 знаменитых людей искусства. И 38, больше даже, чем 38% из них имели нарушение эмоций. То есть либо они маньячили, либо они были, наоборот, в депрессиях страшных. И, ну, вот здесь описано. То есть это такое серьезное дело. И депрессия, и биполярные расстройства из экспрессионистов 20 века. Понимаете, там половина из них имели эти нарушения. То есть мы не можем рассчитывать на то, что мальчик или девочка, которые вот так аккуратно в классе сидят, руку поднимают, все правильно делают, с доски аккуратно все стирают и вовремя приходят на уроки, что именно из них получится Гоген. Понимаете ли, на выставку Ван Гога? Да. Да. Понятно. Главный экспонат. Да, я главный экспонат. Вот это все дорогая цена. Поэтому если человечество в целом, извините, я как пифия там выскажусь, с пафосом, если мы будем ориентироваться на то, что мы хотим, чтобы все были богатые и здоровые, то мы должны понимать, что мы вот такого рода шагом, который вообще-то невозможен, так что это просто мы беседуем, такого рода шагом мы лишаем человечества... Генея. Цивилизация в этот момент заканчивается. В тот момент, когда стихи начинают писать компьютеры, и анекдоты начинают писать компьютеры, и музыку начинают писать компьютеры, цивилизация заканчивается. Людская цивилизация. До свидания, говорит. Ну, хорошо. Давайте... Это, я перескочила куда-то. Вот, видите, прямо даже работы так называются. Секреты. Секреты креативности мозга. И надо сказать, что креативность, вот эта ненавидимая мной, но употребимая в науке слова, это не IQ. Нет, конечно. Это творческий потенциал. Это творческий потенциал, и они могут IQ иметь очень низким. Я даже более того, когда уж особенно хулиганю, то говорю, если бы мы сейчас прогнали там Пушкина, Гёте, Бетховена, Моцарта, Солнечного Моцарта, и там... Через эти тесты. Дальше мы бы получили поразительные результаты. Ну, хорошо. И если вы хотите дать волю ассоциациям, а это креативное мышление, именно это является креативным мышлением, ты находишь ответ на свои вопросы не там, где ты ищешь, а по соседству. Бабочку, смотрю бабочку, ох, вот оно. Вот это, этот flow state. Освободите мозг. Освободите. Это то, что мы видим у джазовых музыкантов. Как-то играется само. Доверяем мозгу, он сам знает, чего ему делать. Не рассказывайте ему. Вот поэтому вот такого рода картинки мы в современных работах видим, действительно. Мы даже видим, что происходит во время джазовых импровизаций, или нет джазовых импровизаций, или определенных заданий, которые этим музыкантам даются. Ну, ладно, давайте дальше поедем. Вот есть такое состояние rest, и это вовсе не отдых, а random episodic silent thought. это отпустите мозг на свободу. Я опять свое говорю. Дайте ему заниматься тем, чем хочешь. Когда мы читаем или слушаем интервью с людьми, у которых вот такие прозрения, озарения, которые действительно внесли вклад в нашу культуру, он говорит, я не знаю, как это происходит. Это может произойти, когда я телевизор смотрю, когда мы могли сказать, тебе нужна задача по ядерной физике решать, а ты чего телевизор смотришь? Оставь его в покое. Что хочет, то и смотрит. Хочет котлеты жарит, хочет телевизор смотрит, хочет в потолок плюет, или мух считает. Его мозг в это время может делать очень сложную работу. И ассоциации ходят из разных отделов мозга в разные отделы мозга. Ну, ладно. Изучение музыкантов как раз говорят нам о том, что у них толщина определенных кортикальных образований другая. Организация вот этих коннектомов, или как хочешь их называть, между слуховыми зонами и фронтальными зонами, она у них критическая. У них очень серьезно функционирует рабочая память, которая носится по мозгу эта мысль из одного отдела в другой. и ищет ответ. И вот такая работа музыкантов, она как раз этому способствует. Творческие люди учатся сами. Они, как правило, авантюристы. Как только вы пытаетесь загонять в рамки, вы совершаете преступление перед человечеством, потому что они не должны в этих рамках находиться. В этот момент теряются их открытия. Они любят риск. Они попадают все время в сложные ситуации. Они говорят вещи, которые всем неприятны. Им говорят, садись два, потому что в учебнике написано другое. В учебнике написано другое, да, но учебник писал Иван Иванович Иванов, и он не Нобелевский, говорят, а меня зовут Нильс Бор. За то, что я сейчас сказал, я через два года получу Нобелевскую премию. Поэтому отойдите. Это серьезная вещь. Они не боятся оппозиционных мнений. Это ученики, которые вступают в споры, в дискуссии. в споры с учителями. И их прижимают. Родителям говорят научить своего мальчика хорошо себя вести. Эти люди находятся в опасной ситуации. их никто не понимает. Это может привести их к депрессии или, наоборот, к экзальтации. Они более того, эти люди могут оказаться и часто оказываются гораздо умнее своих учителей. Именно умнее учитель может знать больше по определению. Они умнее. И им нравится рисковать. У них другая скорость мышления. Они в опасности. Им надо помогать. Этим людям их надо оставить в покое. Если ты видишь какой-то необычный мальчик, отвяжись ты от него. Отвяжись. Поставь ему хоть три, хоть пять, только отстань. Think different. Ему надо дать такую возможность. Дивергентное, то есть, мышление, когда все совсем сочетается, когда тут тебе и музыка, тут тебе и котлеты, тут тебе и математика дает другой эффект, нежели мышление, к которому привык компьютер. Это плюс это, получается это, это плюс это. Это другое мышление. И оно у этих творцов, оно, у самых гениальных из них есть и то, и то. Но если только вот это мышление, ну, цифровое, скажем так, структурное, то это называется суперкомпьютер. И что-то я не видела суперкомпьютеров, сделавших открытие. Они делают технические открытия. Например, секвенирование генома невозможно. Ну, просто потому, что нужно очень много перебрать вариантов. Но это другое, это не открытие. Но все равно анализ-то и сборка геномов это человек вручное. Конечно, но я имею в виду, что я ничего не имею против суперкомпьютера. Всячески за него, потому что он, мы лентяи, и он за нас делает серьезную работу. Но ожидать от него открытий мы не можем. Это не его дело. Он не умеет это делать. Искусство, сейчас мы уже к концу движемся, искусство открывает вещи, которые наука открывает через много десятилетий после того, как искусство это уже открыло. Посмотрим на египетскую живопись. Посмотри, никогда никто из людей не видел людей, которые так стоят, которые так ходят, которые делают. Это высокоабстрактное искусство. Это как раз вынуто из реальности. Это вещи, которые... Это открытие для того, чтобы вот так мог рисовать человек, который, наоборот, уже несколько тысяч лет прожил и знает, до чего добралась наука. Понимаете? То есть, вот эти вещи, вообще невозможно понять, как люди, которые жили тысячелетия назад, как они могли это создать. Потому что это не реалистический, это не взгляд глаза, это взгляд мозга. Откуда? Откуда они взяли? Как они смогли мир таким увидеть? видеть? Это уже наши времена. Магрит. Да, это Магрит. И это именно... А мы посмотрим на мир не так, как мы привыкли видеть, а как могло бы быть. И как смотрит на мир творческий мозг. Нету этого, ничего нету. Но это же возможная вещь. Почему мы сказали, что это нельзя разглядывать отдельно от этого? Совершенно нет. Вот это, вот это и есть креативность. И, конечно, обучение меняет мозг, увеличивается плотность и качество нейронной сети и даже глии. И обучение приводит к росту дендритов, аксонов и так далее. И растет эффективность серого и белого вещества. Если мы занимаемся искусством, то вот это-то и растет все. То есть не только от занятий, математикой. Вот я повешу здесь спасибо за понимание, но несколько слов, если вы мне дадите. Мы очень стараемся понимать все, что вы говорите. Да, я сама. А кто понимает? Никто не понимает. Но я хочу сказать, что я последнее время меня как-то, я думаю, небеса ведут в эту сторону, вот то, что мы сейчас обсуждаем, потому что на моем пути за последнее время появилось случайно несколько музыкантов. Гениальный пианист вы мне рассказывали, Александр Яковлев. Да, Александр Яковлев, которым мы встретились на улице у Мариинского театра. То есть он просто с небес на меня свалился, я, разумеется, не знала, кто это. И он пригласил меня на концерт, куда я, к счастью, пошла, потому что я обычно занята. Могла бы и не пойти. Да, и он просто очень крупный музыкант. Так вот, я когда смотрела на него, я, заметим, про него ничего не знала, я узнала потом. Я смотрела, и я ясно видела, что звук у него вытекает из пальцев. Из кончиков пальцев. Он просто течёт из него. Он продуцирует звук. Не рояль, а он. У него из этих пальцев его невероятных этот звук туда просто лился. Просто лился. Он что-то невероятное делал. Это, конечно, не была игра руками. Это была игра человека. Помимо тренировок там, наверное... Конечно. А потом, поскольку он спросил, могу ли я... Там особая нейронная сеть. с ним поговорить, и я сказала, что я буду счастлива. И вот когда мы с ним стали разговаривать, он невероятные вещи рассказал. Он, например, мне сказал, что... А потом и написал, что у него интересные отношения с временем. что время представляет собой желе, которое может растягиваться и сжиматься. Я хочу заметить, про это писал академик Козырев, астроном, который открыл вулканическую активность на Луне, а под конец жизни стал заниматься временем, как физическим явлением. Он получил со всех сторон, конечно, удары, естественно, потому что настоящий физик не может заниматься с такими глупостями, вообще вся эта ерунда, которую ему говорили. И он писал, что это напоминает желе, что время это не нейтральная вещь. Сейчас, когда пошли эти немыслимые открытия с гравитационными волнами, все это, тут вообще есть о чем подумать. И вдруг нам музыкант, музыкант нам говорит... Я думаю, что он гений, этот человек, я думаю, не моего ума дело так, но... Так вот, он говорил, я когда выхожу на сцену, иду сквозь оркестр к роялю, где я должен играть. Вот я цитирую, потому что я запомнила. Секунд за семь, мне нравится эта цифра, секунд за семь, вся пьеса, которую я буду играть, должна у меня успеть проиграться в мозгу за семь секунд, проиграться вся, со всеми паузами, ускорениями, замедлениями, все это. Я говорю, так это у вас гештальт, что ли? Ну вот я не уверена, что мы друг друга поняли, я не знаю, знает ли он про гештальт, но он сказал, ну, в общем, так. Я говорю, и что, и проигрывается, он говорит, тогда, когда проигрывается, это удачное выступление, а бывает, что не проигрывается, и тогда неудачное. И он еще сказал замечательную вещь. Вот сейчас, знаете, то, что раньше называлось механическое пианино, сейчас эти электронные штуки делают, которые там руками, дьявольскими своими руками играют это все. Поскольку это механическая вещь, их можно дрессировать, чтобы они играли со скоростью в пять раз больше, чем может любой человек сыграть. И что? Это играют не пальцы. Вот он мне говорит, играют не пальцы. Играет, ну, душа или там мозг, это уж как назовешь. То есть нет такого устройства, которое может это повторить. Поэтому, когда я вот, я чуть ли не физически видела, как у него из рук этот звук течет, то, да, это так может только он, так больше другой не может. А я еще задала, я могла бы долго с вами говорить, но мы уже не можем, и я задала вопрос, как у него звук, имеет ли цвет. Потому что я, говоря с другими музыкантами, и читая про них, я знаю, что они почти все имеют синестезию, синестезию, это цветовое зрение, он сказал, как само сообразумение, сейчас, ну, конечно, естественно, как бы эта часть у меня там зеленая, а эта часть у меня там сиреневая, к примеру. То есть обалдеть можно. Я хотела бы закончить вот на чем, что люди искусства не дилетанты, а творцы. Люди искусства знают что-то про нашу человеческую сущность и про наши умения и про наш мозг, такое, чего никто другой не знает. Они это знают каким-то другим нюхом таким. Они умеют то, что никакой компьютер не умеет и не будет уметь никогда. Их умения составляют славу нашей цивилизации земной. И поэтому, если мы хотим, а мы хотим, понять, как функционирует наш мозг, мы должны сюда смотреть, а не туда, что мы повторяем с помощью... Сколько нейронов существует там. Да, сколько нейронов, создадим суперкомпьютер, который на квадриллионы начнет считать, сколько угодно. Это нам не ответит на главный вопрос. Как это создано? Что это такое? Что это такое, что там происходит? Это не единицы и нули. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Татьяна Владимировна. В рубрике «По скриптум» я хочу зачитать вам отрывок из книги воспоминаний князя Феликса Юсупова, а потом задам вопрос, который предполагает эта рубрика. В 1929 году на Корсике он, никогда прежде не рисовавший, вдруг занялся рисованием. И вот он пишет, приковала к столу точно колдовской силой, но получались у меня не ангельские создания, а кошмарные видения. Юсупов был эстет, и он сам пишет, что я, всю жизнь так тяготевший к прекрасному, как я мог, вот он это признает, но его самого поразили вот эти его образы. Словно злая сила, поселившаяся во мне, владела моей рукой. На этих рисунках изображены черти, химеры, оборотни и прочие чудовища. И вот в 2010 году в Париже некоторые из этих акварелей, было что-то 15, некоторые были выставлены на аукцион, и профессиональные живописцы, они просто поразились из этой техники, которая дается обычно годами тренировок и занятий. Вот мой вопрос, дилетантский абсолютно, как вы думаете, не мог ли князь таким образом дать выход мучительным своим воспоминаниям, а из тех же его мемуаров мы знаем, что его очень мучила история с Распутиным, в которой он вынужден был принять активнейшее участие, эти воспоминания всю жизнь его тревожили и не давали ему покоя. Такая трансформация вот у этого эстета, который, к тому же, никогда не умел рисовать, а произведения получились профессиональные. Я как раз хотела вам сказать, даже неинтересно отвечать, потому что вы это сказали. Я уверена, что это катарсис, и что это в каком-то смысле сублимация психотерапии в каком-то авто-психотерапии. То есть он, эта заноза вынулась из него. То есть вот об этом он не пишет потом, что произошло с ним, облегчение. Об этом он не пишет, это спросить было бы интересно. Да, вот спросить. Просто как эпизод. И потом оно само и прекратилось, так же, как началось внезапно. Вот он нарисовал 15, там были зависть, желание, безразличие, удивление, сомнение, так назывались эти работы, и все прекратилось. Вот оно само и происходит. Это ровно то, про что мы говорим. У меня есть в ответ на это тоже. Интересно, что было в его мозгу в это время, конечно. Вы бы могли поговорить, но об этом он пишет. Есть такой замечательный математик Манин, Юрий Манин, который очень знаменитый, который живет одновременно в Германии и в Москве. И у него есть, я с ним и устно об этом говорила, и он об этом пишет, у него есть одна работа, которая называется «Сова и солнце». Вот можете прочесть. Это опубликовано и на русском языке, но у него многие вещи и по-немецки, поскольку он в Германии живет. Опубликовано и по-немецки тоже. У него было некое мозговое событие, что-то вроде инсульта, вероятно, какого-то такого. Не такого, при котором он бы в больницу загремел. В общем, какое-то событие мозговое было, которое на время, к счастью, прекратило возможность чтения письма, вообще выключило. Вот все-таки что мозг делает? Зато включило неожиданно для него вот ровно то, что Юсупов пишет. Он почувствовал непреодолимую необходимость начать рисовать. То есть буквально поехал, купил холст и краски. И началось. И он, кстати, там публикует и свое это произведение. То есть просто он ничего не мог сделать с этим. И стал живописать. А потом это прошло. То есть вернулось чтение и письмо, но прошло живописи. И прошло рисование. Игры мозга. Спасибо большое, Татьяна Владимировна. Спасибо вам. Спасибо. С вами так замечательно беседовать.